Детская поликлиника города Обь переехала в новое здание. Еще месяц назад педиатры вели прием в кабинетах с дырявыми стенами и плесенью на потолках. Ситуация изменилась после поручения губернатора найти новое помещение. Наш сюжет о том, как решился, не детский вопрос. Узкие специалисты, невролог, акулийство. Все есть? Все есть. Все укомплектованы. И работать теперь медики могут в современных условиях. С ужасом вспоминают, как мучились несколько лет. Прошлое здание возводили как овощехранилище. С годами оно полностью перестало соответствовать санитарным нормам. Ольга Шестакова рассказывает, приходил здоровый ребенок на осмотр, уходил с гнойной ангиной. Там был грибок, там очень тяжело, там окна прям текли, там вентиляция плохо работала, практически не работала. Потолка там все сыпалось у нас, прям на стол, со стен все сыпалось. Очень много народу, ребятишкам в коридоре негде было даже пройти, чтобы дверью не стукнула. В конце прошлого года, во время выездного совещания правительства, губернатор дал поручение срочно решить вопрос. Говорят, повезло, что почти готовое здание было рядом со старой поликлиникой. Убедили застройщика приспособить его для детей. Здание было построено, весь сделан был фасад, все сделаны, выполнены технические условия. И нам было принято во обслуживание полным. Переделали что? Переделали в первую очередь, конечно, все, что связано с медициной. То есть с медицинским учреждением, согласно Санкинов, это и вентиляция, и установка автоклава, и, соответственным образом, стены такие, какие они должны быть, ширина коридоров, ширина лестничных проемов. Причем в работу эту застройщик включился на свой страх и риск. Еще до того, как было принято решение о перераспределении бюджетных средств. Но и народным избранникам была очевидна необходимость приобрести здание в областную собственность. И дополнительно изысканы были деньги. И бюджетный комитет нас поддержал. Ну и, соответственно, профильный комитет данный вопрос вынес на сессию. И сессия утвердила, даже не большинством, а почти одиноклассно. Переезд был во время новогодних праздников. В 2016-м работают уже на новом месте. Здесь комфортно, есть где ходить, не душно. И стены красивые. Родители отмечают еще один плюс. Врачей распределили по разным этажам. Узкие специалисты на первом, педиатры на втором. Во-первых, и очереди меньше. И во-вторых, вот фтизиатр, допустим, там сидел рядом с педиатром. То есть больные дети толклись вместе в одном помещении, в одном коридорчике. А сейчас они отдельно. Сегодня тем, кто помогал новоселью свершиться, слова благодарности, подарки и план дальнейших действий. Есть очень много проблем, которые по обустройству самой территории. И благоустройству как таковому. Узкое место, это канализование, которое нужно проектировать, оно спроектировано и делать. Но будем, обязательно будем делать. Только по очереди, по порядку. В планах вторая очередь реконструкции больницы, школа. Скоро понадобится новый детский сад. Жителей в Аби больше с каждым годом. Наталья Ацопина, Александр Ведерников, Новости ОТС.